Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю Самарский государственный медицинский университет. Сегодня я вам расскажу о возможности персификации в области хирургического лечения доброкачественных опухолевоплеподобных заболеваний костей кисти. У немного банального значения кисти, кисть человека или дистальная часть верхней конечности обладает особым значением с помощью рук и мелкой моторики движения. Люди познают мир, взаимодействуют с ним. Слаженная гармоничная работа кисти возможна только при сохранении функциональности всех ее составных частей. Здоровая кисть нам необходима для полноценной жизни и сохранения нашей трудоспособности. Что касается актуальности данной проблемы. Мы все знаем, что опухоли костей поражают лица молодого возраста, самый социально значимый и весомый контингент населения, самый трудоспособный. На долю кисти приходится от 6 до 13%. Я говорю сразу о необходимости хирургического лечения данной категории пациентов. В предыдущей сессии нам коллега рекомендовала хондромы наблюдать. Но одно дело наблюдать хондрому дистального метапифиза бедренной кости или крыла подвздошной кости диаметром 1,5 см. А другое дело наблюдать хондрому у молодого человека на пястной кости с многоскольчатым внутрисуставным переломом правой кисти и при том, что он правша. Вообще по данной литературе и по нашему мнению хирургическое лечение данной категории пациентов не сколько ортопедо-онкологическая проблема, как бы это сложно не звучало, так как удаление опухолевых очагов должно сопровождаться адекватным восстановлением функциональности кисти. Но, к сожалению, не всегда это возможно. По нашему мнению, это в первую очередь связано с анатомией самой кисти, ее биомеханикой, физиологией, ну и, конечно, наличие патологических переломов внутрисуставных резко ухудшает ситуацию и без того довольно-таки сложно. Что же делать в данной ситуации? Для полного восстановления функциональности кисти после хирургических вмешательств или травм требуется максимально точно повторить анатомию утраченных сегментов кисти. Это вполне себе амбициозная задача, возможна при использовании 3D-моделирования и аддитивных технологий. Ну, напомню, что аддитивные технологии или аддитивное производство – это процесс спекания, слияния, сцепления по-разному, это синоним называется, некого материала на основании 3D-модели, сформированные и построенные ранее. Вообще, аддитивное производство уже известно давно, но с 2015 года оно набирает обороты, очень активно внедряется по всему миру, это связано в первую очередь с открытием новых совершенных технологий, ну и, конечно же, значительных инвестиций в данные технологии. К счастью и, может быть, к сожалению, высокие технологии требуют высоких финансовых затрат. Так вот, что мы предлагаем? Мы предлагаем все-таки выполнять сегментарные резекции в данных клинических ситуациях, не пренебрегать онкологическими принципами радикальности, то есть выполнять сегментарную резекцию, но закрывать посредиционные дефекты эндопротезом индивидуального образца, выполненный в материале с помощью аддитивных технологий на основании 3D-моделей, построенной ранее. Данная методика позволит персонифицировать подход к сложному анатомно-физиологическому строению кисти, полностью восстановить ее функционально за счет полностью повторения анатомии утраченных сегментов, начиная от метрических параметров сегментов, то есть ширины, высоты, длины, веса сегмента, это очень крайне важно, индивидуально подобрать точки крепления сухожилий, мышцы, играющие важную роль в формировании мелкой моторики, и даже сформировать индивидуально кривизну суставных поверхностей, что важно в восстановлении конгруентности сустава. Аддитивные технологии это, к счастью, позволяет сделать с точностью до сотых долей миллиметра. Этапы эндопротезирования в данной ситуации мы видим следующим образом. Мы выполняем компьютерную томографию обеих кистей, здоровый и поражённый. Затем второй этап – это очерчивание контуров. Данный этап делается непосредственно с 3D-моделлером и, естественно, с хирургом по его техническому заданию. Выполняется сама сегментарная резекция. И четвёртый завершающий момент – это эндопротезирование аддитивным эндопротезом. Мы у себя в Самаре уже многое сделали до этого, много провели экспериментов. И вообще нам удалось консолидировать экспериментальную, клиническую базу, инженерно-техническую базу и производственную базу в одном месте. Вот на слайде установка селективного лазерного спекания СЛМ-280HL – это установка немецкого производства. Она у нас находится в нашем Национальном исследовательском университете имени Академика Королёва и позволяет нам воспроизвести материали любые эндопротезы, любой сложности профильности и любой сложности и любой энтомической зоны. Мы уже научились это делать. Субстрат для селективного лазерного спекания. Мы используем порошок БТ-1.0. Оговорюсь сразу, он не сертифицирован для медицинских изделий, пока не сертифицирован, но мы активно этим занимаемся. Мы проводим эксперименты по требованиям Росдрафнадзора. Эти эксперименты – это, во-первых, тесты на биосовместимость, токсилогические тесты, механические тесты на сыпучесть порошка, на наричие примесей и так далее. Мы планируем его сертифицировать на территории России и перейти уже к официальным клиническим испытаниям в ближайшее время. Да, это очень такой сложный, затратный путь, но мы считаем это более перспективный и надежный. Затем будет. Вот экспериментальные образцы. Вы видите, это межфаланговые суставы. Пока, конечно, только эксперименты далеки от идеальных, так скажем, но мы над этим работаем. Коротко об их самих экспериментах. Все начинается с 3D-моделирования, составления так называемой CAD-модели, которая загружается в установку селективного лазерного спекания, которую я уже показывал, мы применяем программы ZBrush на IP, 3D Max, на нашей базе Института инновационного развития и в соответствии с персифицированной анатомией конкретного пациента, например, пясно-фалангового сустава, он будет иметь соответствующие особенности данного сегмента кисти. Прочностные расчеты мы выполняем в программном комплексе ANSYS, это очень солидный, сложный комплекс, для примера он применяется в авиастроении, для конструирования боевых самолетов, мы его освоили, и мы применили такое ноу-хау, мы смоделировали суставную капсулу, задали ей параметры, которые характерны для соединительной ткани, параметры биосупромата, то есть модуль упругости, модуль Юнга и так далее. То есть наш программный комплекс ее видит и, так скажем, дифференцирует как соединительную тканную структуру, это крайне важно для моделирования индивидуальной механики движения кистью. Например, мы начинаем нагружать межкостные мышцы, которые, как вы знаете, крепятся к пясной кости, начинаем процесс движения кистью в пясно-фаланговом суставе. Модель сама передает нагрузку на точки ее крепления, это основание основной фаланги. И наоборот, если мы нагружаем основание основной фаланги, система передает нагрузку на начало крепления межкостных мышц. Это крайне важно для моделирования движения, такой, как будет в клинических условиях, в реальных, как этот протез будет работать у пациента. Ну, вообще в данной технологии нет и не должно быть мелочей. Я пример приведу на оптимизацию конструкции крепежного элемента. Ну, казалось бы, что может быть проще – сконструировать ушко, вдеть туда иголку, подшить мышцы и так далее. Но это достаточно сложно, достаточно просто, на первый взгляд. Во-первых, наш крепежный элемент не должен уходить за контур эндопротеза, не нарушать его анатомии, тогда весь персифицированный наш подход рухнет. Второе, через крепежный элемент должна ходить хорошо хирургическая игла и не придавать хирургу, создавать какие-то проблемы во время операции. И третье, вот эта вот перемычка, которая удерживает сухожилия с помощью хирургической нити, не должна переломиться из-за циклической нагрузки движения кистью. В сущности, если мы сделаем ее слишком толстой, у нас игла там ходить не будет. Если мы сделаем слишком тонко, она может переломиться. И нам понадобилось более шести месяцев, чтобы оптимизировать конструкцию. Вот так она должна быть выглядеть. Она является оптимальной с точки зрения прочностных и функциональных результатов. Экспериментальное исследование, я уже говорил, это экспериментальное исследование самого порошка. Вот вы видите фрагменты, изготовленные экспериментальные фрагменты. Схему эксперимента мы видели следующим образом. Так как эндопротез соприкасается у нас с костной тканью у человека, с мышечной тканью и соединительной тканью, мы поместили эти фрагменты, соответственно, и в костную ткань, и в соединительную ткань, и в мышечную ткань. Точки детекции у нас были 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 9 месяцев. Никаких аллергических, воспалительных реакций мы не наблюдали. И наш материал мы сделали вывод, что он биосовместим. Мы отрабатываем процесс 3D-моделирования на экспериментальных животных. Это кролики рода шиншилла. То есть, выполняем им компьютерную томографию. Затем с 3D-моделированием. Это 3D-модель скелета кролика. Далее мы отрабатываем персонифицированную концепцию. Мы выбрали коленный сустав экспериментального животного как наиболее подходящий для этого по форме, по размерам. Он очень похож на кости сустава кисти. Общий посыл таков, что каждое сухожилие, играющее роль в функциональности кисти, должно занять свое пространственное физиологическое положение, такое, которое оно было до отсечения. А учитывая то, что наш эндопротез покрыт гибридным покрытием, улучшающим интеграцию, то через 4-6 недель мы получим полноценную точку крепления, готовую к работе. Само эндопротезирование сустава вставляется экспериментальным животному. Рентген-снимок. Это ножка с обычной цементной фиксацией. Цемент мы используем в обычном, как у человека, обычном эндопротезировании. Уважаемые коллеги, пока все. У нас есть еще эксперименты на динамические нагрузки поверхности трения. Мы выбрали пару трений, керамика, керамика, поверхности гибридного покрытия, улучшающей интеграции. В общем, я просто не буду рекламе соблюдать, поэтому благодарю за внимание. Спасибо. У кого-нибудь будет вопросы в залы? Да, пожалуйста. Я говорил, что каждая точка крепления покрыта гибридным покрытием, улучшающей интеграцию мягких тканей в сустав. И поэтапно и капсула, и точки крепления, через 4-6 недель у нас есть эти исследования, интегрируется в сустав, и поэтому там происходит стабилизация. То есть, сустав удерживает сама капсула. Ну, допустим, в пясно-фаланговом суставе это колотеральные связки внутренне-наружные и капсулу сустава. Кто еще? Да, пожалуйста. Я так маленько допомню, маленько тот же вопрос, что Илья Иванович сказал. Но у нас тоже был небольшой опыт протезирования межфаланговых суставов. К сожалению, отдаленные результаты не очень хорошие, потому что функционально он малоэффективен. И то, что Вы как раз показали сустав с полностью повторением суставных поверхностей, наверное, это действительно будет еще хуже вариант, если можно просто сделать боковитный сустав. То есть, не нужна такая сильная замудренная технология. Можно подумать об этом, и там будет стабилизация действительно сустава, про что сказал Илья Иванович. Хорошо, спасибо. Хорошо, еще давайте пару вопросов. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь решать проблему паротрения? Она будет титановой или какая-то другая? Еще раз, что? Проблема паротрения. Она будет титановой? Керамика-керамика. А, керамика-керамика. То есть, это будет интегрировать? Да, у нас есть динамические тесты на износ стойкости вполне адекватные. Керамика-керамика. Лазером с пеканием не добьешься. Она напыляется на суставную поверхность керамическая и покрытие с обеих сторон. Спасибо, просто это не было сказано. Не взбыл, да? Да, пожалуйста. Большое спасибо за доклад. Он достаточно инновационный и, скорее всего, за этим будущее действительно. У меня такой маленький вопрос по поводу, вот мы говорили, что все сухожилия должны встать и места крепления точно где они должны быть. Как интероперационно удается зафиксировать? То есть, понятно, что затем происходит интеграция с течением времени, но как интероперационно Вы фиксируете в эти точки фиксации? Я скажу, что мы не перешли к клиническим испытаниям на человеке. Мы это делаем экспериментально на животном. Но это достаточно трудоемкий, как Вы сказали, процесс трудоемкий с привлечением микроскопа. И достаточно сложно подшивается сухожилие к точке крепления. Шовным материалом. Шовным материалом, да. Спасибо. Ну, это экспериментальная работа, я так понимаю, еще. Клиника экспериментальная. Нет? Ну, давайте последний вопрос, хорошо. У нас еще один доклад. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что в основном дети болеют этими заболеваниями. Планируете ли Вы какие-то раздвижные конструкции? Спасибо за вопрос. Ну, я сказал, да, лица молодого возраста. Я думаю, что может быть в перспективе, да. Но пока, я думаю, у нас будут пациенты вполне трудоспособного возраста, где зоны роста уже закрылись. Достаточно сложно у детей будет это производить. Один маленький комментарий, если позволите. Я вот хотел бы заострить Ваше внимание на тех вот комментариях, которые прозвучали из зала в отношении действительно целесообразности реконструкции межфаланговой. Значит, во-первых, та вот актуальность, которую вы показали в отношении энхондром, она достаточно вызывает такую дискуссию, надо ли делать такие операции при энхондромах. Это первый момент. Второй момент, то, что, значит, вот такие высокотехнологичные методики, они не позволят достичь высокой функции, к сожалению. Вот. Тем не менее, я хочу отметить очень высокую методологическую направленность Вашей работы. И обязательно Вам нужно продолжать эти исследования, потому что в конечном итоге, когда Вы пройдете экспериментальный этап, Вы добьетесь стабильных покрытий, Вы действительно в эксперименте увидите, что идет интеграция с поверхностью, то есть это будут крайне важные достижения. Это будет новый класс имплантов. И точка приложения найдется, я думаю, да. Спасибо. Да, спасибо Вам. Спасибо. Спасибо.